итак продолжение темы про электропроводку относительно такой модели как honda dio а f35 или 34 хочу осветить вопрос как правильно организовать выключение света переднего заднего многие поступают сразу в корни неверно отрезаем минусовой провод допустим от заднего фонаря и пускаю очередь через тумблер такое решение влечет за собой другие проблемы такие как например загорание стоп-сигнала если есть спойлер и он горит постоянно причем диоды постепенно выгорает из-за того что таким образом на светодиоды стоп-сигнала дополнительного поступает переменное напряжение от генератора самое простое и в то же время сложное решение такого вопроса кроется в последовательном переделывание проводки впереди и сзади начну подробно и сразу не буду вас заваливать всем так сказать процессом от начала до конца пойдем последовательно и постараюсь вам объяснить как это сделать грамотно и чтобы это все выглядело презентабельно торпеда которая приехала от александра мельника с покраски в общем в торпеду я сейчас уже успел внедрить два тумблера почему 2 потому как грамотное отключение света переднего заднего габаритных огней это не просто отключение фары фонаря но и в том числе отключение приборной доски вся сложность заключается в том что одним тумблером выключить сразу все органы управления и габаритных огней не удается поскольку подсветка приборной доски организована через постоянную магистраль она запитывается от аккумулятора постоянным током а фары и фонари работают через переменную магистраль поэтому сами понимаете что одноконтактным тумблером разъединить две системы переменного и постоянного тока не представляется возможным в силу того что невозможно их объединить вместе если это сделать то можно получить тут же короткое замыкание поэтому самый простой способ поставить либо два таких тумблера отдельных либо поставить один крупный тумблер двухканальный так скажем тот который отдельно размыкает две группы контактов независимо друг от друга у меня сейчас типичная приборная доска от моделей таких как 34 35 хонды в общем пойдем последовательно здесь для подсветки завода установлены две лампы 5 ваттные к ним подходит два провода разумеется плюсовой минусовой плюсовой провод черного цвета минусовой провод зеленого цвета так уж повелось что почему-то минусовой провод во всех проводках honda ских обозначен именно не черным а зеленым цветом в общем можно было бы в принципе отключить черный провод сразу на модуле разъеме сейчас я его отсоединю покажу где именно и это было бы вроде бы просто то есть тот самый черный провод от которого запитал я подсветку бардачка при включении замка зажигания но дело в том что черным проводом здесь запитывается не только лампа которая освещает приборную доску но и также индикаторы скорости потом датчик масла его отсутствие и датчик топлива таким образом если вы отсоедините черный провод именно здесь вы отключите полностью приборную доску и ваши органы управления ваши датчики работать не будут поэтому самый простой способ сделать включение выключение подсветки приборной это отрезать конкретно те провода которые приходят на лампы поэтому сразу не отходя от кассы я начинаю резать провода еще раз убеждаемся что я делаю все правильно не отрезаю ничего лишнего так цепи разорвал теперь нам эту группу проводов надо последовательно спаять принципе здесь один из проводов то есть вот эти два провода спаивать между собой не обязательно поскольку они внутри скрутки объединены то есть один можно просто-напросто обрезать под корень таким вот образом дальше придется оголить провода вот эта группа проводов сейчас будет спаяна вместе объединена к этому проводу нараститься еще один провод который пойдет уже непосредственно к тумблеру в разрыв два тумблера будут стоять здесь то есть эти провода и эти пойдут к тумблеру они будут включать и выключать подсветку приборной доски это самый простой доступный способ сейчас я все это дело сделаю подпаяю провода одену коннекторы и дальше буду объяснять каким образом сделать включение выключение ближнего и дальнего света и габаритных огней сюда я установил коннекторы и коннекторы обозначил красными термо гибриками чтобы было понятно что это плюсовая магистраль на подсветку приборной доски дальше самое сложное сложное это заключается в том что красиво и грамотно организовать включение выключение ближнего и дальнего света крайне сложно обычному обывателю поэтому единственный простой доступный способ который я сейчас покажу это резать провода непосредственно практически у тех разъемов которые управляют включением выключением разъем который приходит на тумблер ближнего дальнего света я уже предыдущих выпусках показывал частично эту проводку в общем желтый провод это тот провод который переходит от генератора после реле-регулятора стабилизирующего переменный ток в электроцепи в общем все что вам нужно это желтый провод отрезать здесь либо где-нибудь здесь в этом месте в оплетке размотать его найти и таким же точно образом непосредственно возле заднего фонаря тоже отрезать желтый провод после чего надо будет отсюда от этой магистрали от оставшегося провода запитать тумблер и от тумблера запитать одновременно этот разъем и разорванный провод сзади на фонаре сейчас покажу более подробно о чем я говорил я снял частично изоляцию с магистрали вот обнажился наш необходимый нам желтый провод забегая немножко вперед и отвечая еще на тот вопрос который мне не успели задать почему нельзя просто отрезать провод желтый от генератора и таким образом разъединить цепь и отключить свет впереди и сзади дело в том что желтый провод здесь выполняет многозадачную функцию такую как подведение напряжения короля регулятору также к электроклапану и в некоторых модификациях еще там к некоторым органам задействованным в электропроводке поэтому если отрезать желтый провод непосредственно от генератора вы не только лишите реле регулятор напряжения ну и также частично отключите часть проводки в лице электроклапана разумеется у вас смесь станет богаче и вырастет расход бензина поэтому приходится резать именно таким способом чтобы электроклапан и реле регулятор остались запитанными к общей магистрали переменного тока так я рассоединил здесь в обоих концов придется наращивать провода для того чтобы подводить их в итоге к тумблеру я нарастил провода точно также усадил их на термо кембрики отдел 2 коннектора которые будут подсоединяться к тумблеру включающим и выключающим и свет второй провод выходящий из одного коннектора пойдет на задний фонарь и теперь по порядку я добрался до задней части мопеда здесь все предельно ясно вот магистраль которая приходит в задний фонарь стоп-сигнал габаритный огонь левый и правый поворотники вот он желтый провод спутать его здесь с чем-либо крайне сложно поскольку желтым здесь один я его сейчас обрезал оголю облужу и подведу к нему тот провод который двойником вышел из тумблера включающего выключающего свет вот этот провод я его уже оголил облудил и сейчас подпаяю готова вообще как показывает практика делая какие-либо внедрения в проводку либо ее видоизменения лучше всего кидать в магистраль дополнительные лишние провода есть они не просят зато очень сильно помогает в тот момент когда у вас возникает какая-нибудь очередная новая идея который вы хотите реализовать и вы уже перед этим успели замотать в общую оплетку дополнительный провод который вам был нужен и для того чтобы добавить один два или три провода или быть может больше для ваших нужд вам приходится либо разматывать общий магистраль либо наматывать на нее еще больше жгут поверх предыдущего слоя изоленты разумеется для удобства лучше кидать провода разных цветов для того чтобы потом не морочится с мультиметром угадывать какой провод куда приходит теперь немного про дополнительную кнопку открытия бардачка на тот случай если вам лень морочится с пультом сигнализации кнопку дополнительную открытие бардачка я установил сюда тогда когда установится сюда унитаз вместе с сиденьем ее будет не так уж и сильно видно это раз во вторых на приборной доске она не так сильно нужна и важно и в третьих по привычке когда вы вставляете ключ замок то как правило рука если даже ключа в ней нету тянется именно в это место поэтому для удобства я кнопку поставил рядом с замком открытия бардачка и так более подробно кнопка работает по принципу подсветки бардачка то есть она активна только в момент когда ключ зажигания повернут в положение включена сейчас я включаю включу ключ и продемонстрирую работу втягивающего устройства то есть сейчас я на нее нажимаю ничего не происходит я поворачиваю ключ и очень удобно и можно уже не пользоваться сигнализацией повернул ключ нажал на кнопку бардачок открылся немного подробнее о ее запитки покажу саму кнопку в общем форм-фактор не самый удачный она очень длинная у нее здесь есть две клеммы подпаиваться к ней я не стал я поставил микроконнектор и мамы две штуки 2 и 8 миллиметра и просто-напросто на ее контактную пару их отдел коннекторы точно также обтянута термоусадкой и магистраль от коннекторов идет вот сюда на разветвление где происходит запитка подсветки бардачка плюс я взял вот этой самой магистрали подсветки бардачка а второй провод уже непосредственно уходит от этого тумблера на плюсовой контакт сервопривода вот и вся система